Субтитры сделал DimaTorzok Телефон взял, ключи от тачки дома. Сейчас поднимаемся. Вообще схватил всё что надо, а самое главное куда? Где-то похоже на диване. Ладно хоть сейчас снег не идёт, а то вчера когда я сидел дома, ну рыбал, короче, ПТА-шку везде, блять, ключи не могу. Вот. У нас был снегопад. Меня мать утром просит, говорит, Саша отвези на работу. Я такой посмотрел в окно, у меня машина вся полностью в снегу была, то есть стёкла надо было щёткой обметать. Я сказал, не, это долго будет, намного дольше чем ты даже на такси поедешь. Ну в общем-то всё, сейчас покатаемся по ночному городу, сейчас правда не выходной, ловить нечего, но всё равно может что-нибудь там поболтать. Так, по поводу сейчас дорог, которые у нас в дворе, это конечно пиздец. Вот, получается, все вот эти вот дворы, они северная сторона, как я уже это миллион раз говорил в видосах, кто раньше меня смотрит. И тут всё очень плохо тает. Если, допустим, там за домом дороги уже давно сухие, то тут ещё вот такие вот ледяные, я не знаю, канавы, колеи, вот так вот это можно назвать. То есть, даже иногда бывает так, что припарковать машину, из неё вот из этой колеи выехать бывает крайне сложно. Такая вот яма. Из неё надо выезжать. Вот, ладно, выехали. Тут ещё как-то безалаберно ставят машины, то есть, вон там она прям на обочине была. У меня был один раз такой случай, вот тоже, грубо говоря, неделю назад. Я подъехал к дому и стою, короче, получается, ну, нормально припарковал так, посижу, короче, лазаю в телефоне. Там видосики смотрю всякие. Парень идёжал. Вот, явно подвыпивший, что-то выясняли там, кричали. И тут, смотрю, хуяк они начинают драться. Вот, и в основном кидается только баба. То есть, мужик говорит, типа, блин, я тебе ничего не делал, типа, отстань от меня, не трогай. Вот, а баба на него кидается, как это, как нахуй. И тут, смотрю, рядом стоит Toyota Corolla. И тут, слышу, бух, удар такой. Они оба валяются, вот. И у Corolla это, заработала сигналка. Ну, там, то есть, что-то они схватились друг за друга, ебнулись и это, аж, это, Corolla задели. Я потом вышел, смотрю, там на заднем крыле отпечаток от ноги был. Прям, ну, точно видно, что прям, приложили её туда. Вот, и потом думал, бля, вот как хорошо, что я вот такой, вроде, предусмотрительный, не ставлю тачку там, где чаще всего ходят люди. То есть, её проще, я не знаю, куда-нибудь загнать, блядь, на траву, то есть... Это за спальню, что это двуспальный альбом. Мирон, это не псевдоним. Опять нашли над моей головой, круглый неон, это мой псевдоним. Здесь, где-то просто, чтоб пайланско хруппы не на, а то, как я ликвиде жил, не звезда, сквозь, как я говорится, здоровье счастье, и без фрукции, что не скучается, забавлю лучше, но из каждой ситуации есть, выход просто глубже бой. Допустим, бразил, а подруга, ты не капюшо, а я не хоть дальше будешь трахать, только уже бывшая. Помню, как-то в Олимпул купил мост 30 чирик. Чиририс два дня разбил, чирик штрафу запилили. Чирик телеканчулась, когда он в эхе бестовал, а дихуй сдал его в чермет пизда, то забухал. Мало-мало-молодой, в этом завишка, много будет впереди пути, только не миг. Сейчас, если посмотреть по времени, уже пятый час, 4.54. Пилю только домой. Мы сидели с некитом у него, то поиграли в ком, проходили игру. Да, у меня что-то уже речь какая-то не связана, я говорю с большими какими-то паузами. Ну, конечно же, сказывается, хочется спать. Там никого, песов нету. Нет, песов нету. Ну вот и всё, я подъехал к дому. Места, как всегда, где припарковаться нету. Вообще, я, как и говорил уже ранее в своих влогах, я нахожу в этом свою романтику, то есть ночной город. Похер, там один катаешься и с кем-то. То есть, никого нету, делаешь, что хочешь. Знаете, дороги можно кругов десять вот так вот дать, и ты никому не помешаешь. Что ты выёбываешься? Что, спать пора? Ну вот ты и спи. Ну вот как-то так, ребят, сейчас поставим машину чуть подальше от дома. Там я место одно присмотрел. Наверное, единственные, кто катаются сейчас, это таксисты. Да, больше некому. Только джаги и таксисты. Ну и полиция ещё изредка. Всё, ребята, вот мы уже и припарковались. Пришлось немножечко вот так вот заехать на траву. Потому что если идти... Потому что если идти... Потому что если идти... То есть встать как все машины, То тут у нас уже будет Такая небольшая... Небольшая речка, нет. В речке есть течение. И... Это будет такое небольшое озеро. Да, и вот тут вот грязь. Короче, одним словом болото. Да, вот это вот конкретное название будет этому всему. Вот, дует ветер. Которое я сейчас подключил внешний микрофончик. Вот, чтобы... Чтобы меньше было всяких таких шумовых эффектов. У меня на самой камере вот эти динамики, они... Очень всякие, ну, восприимчивые там к ветру и так далее. Вот. И поэтому приходится вот так вот и зачисляться. Ну, в принципе, если записывать в квартире и... И особо так камеру не дрыгать, то вполне так, знаете, слушабельно будет. Жутковато немного, не правда ли? Добавок еще скажу, что время было позднее. Пять утра как-никак. И никаких людей рядом и в помине не было. Да и не думаю, что в такое время кто-то включит так громко радио. Я же сам ничего не слышал. Никакой музыки, никаких голосов. Я просто слышал ветер. Мда, будь мне лет десять, я бы еще поверил в какую-то мистику. Но всему можно найти объяснения, правда слегка бредовые. Любой мобильник включает радио только с помощью наушников. Эдакая проводная антенна. В моем случае петличный микрофон сработал как антенна. Одно только непонятно. Как это блять записала камера? Где нету ни FM приемника, ни специальной волны, ни частоты. То есть там вообще такого софта нету. Можно рассмотреть такой вариант. Даже если я долбился в уши и действительно кто-то громко так включил радио в пять утра, то объяснить откуда шел звук я не могу. Я прошел около двадцати метров от машины, а громкость оставалась прежней. Да, в нужное время произошел сбой аппаратуры. Можно хоть экстрасенсов звать. Но блять, в этот же день. Мистику однако. Заклинил лифт прямо на моем этаже. Двери произвольно открывались, закрывались. А стоило мне нажать на кнопку вызова, эта хуйня прекратилась. Что ж, пришлось идти пешком. Ну а тут еще проще, это все можно объяснить. Провалилась кнопка вызова лифта. Лично сам я не против подравить страшилки, да и попугать людей за милость. Но вот в них верить это уже слишком. Ведь бояться стоит живых, а не мертвых. Да, ветер у нас конечно же дует, но при всем при этом у нас плюс один градус. У меня показывал в машине. Вот, я сейчас что-то решил вообще выйти прогуляться. И еще кто-то советовал пилить уже игровой контент. Потому что у меня сейчас на последнем влоге набралось за 24 часа 600 просмотров. Ребята, это вообще пиздец, ни в какие ворота вообще не лезет. Да, конечно же, ребята, активность упала. Ну а в принципе это было ожидаемо. Потому что я, блядь, одно видео в неделю и то как бы не особо оно такое интересное, захватывающее. Это конечно да, это в принципе я все понимаю. То есть на подписчиков не обижаюсь. Я конечно же мог бы заказать там у кого-нибудь рекламу, там с какими-нибудь пабликами сотрудничать. Да, без проблем, но тот контент, который я делаю сейчас, то есть на данный момент это только влоги. Потому что на другое у меня, ну не то что не хватает времени, не доходят руки. Вот, времени-то у меня куча, я его просто как бы трачу. Ну, как бы так сказать, не в нужном направлении что ли или... Ну в общем, я пинаю хуй пока что. Вот, ну до поры до времени это пройдет и пойдут такие более серьезные видео. Как это я называю? Видео 100 тысячники. Вот так вот я по скромному что-то решил замахнуться на 100 тысяч просмотров. Скажу вам немножечко по секрету. В детстве я хотел быть психологом. Ну как в детстве, в классе седьмом, шестом, вот так вот. Я еще мечтал, что я буду там разговаривать с людьми, там помогать им решать какие-то жизненные проблемы. У меня в принципе это и сейчас получается. Только, знаете, у меня уровень такого психолога, как бы вам так объяснить, побазарить за жизнь. Ну, в общем-то, думаю, это стандартная схема. Думаю, все вот так делали, каких-то там своих друзей там подбадривали. И смотрите, кайф сейчас будет. Я помню, короче, когда рано утром вставал в школу. Ну, в часиках в семь. Не в такую, конечно, раннюю. Не в пять утра, а в часиках в семь. Ту же самую картину наблюдал. То есть вот эти вот лужи ломал. У меня, кстати, зарядка сейчас на камере сядет. Хорошо, что она... Кстати, всем советую, ребята, эту камеру Sony. Как бы единственный минус, который я тут нахожу, восприимчивые динамики. То есть на шум или на ветер это... Это просто пиздец. То есть невозможно даже ничего говорить. Вот. А так, в целом, звук в стерео, ну, довольно таки так хорошо воспринимается и монтировать. Да, конечно. Много времени прошло. Мне уже скоро двадцатник стукнет. Вот. А я все еще сижу, влоги делаю. Да, на серьезный уровень так у меня и не получилось выйти. Давай садим в первый попавший автобус. И проедем с тобой до конечной. И не глядя паром вообще на дорогу. Мы разделим с тобой это нечто. Затем на ближайший конце мой поток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА